Сейчас техосмотр начинается не с проверки комплектующих авто, а с фотографии. Делается их две. В начале техосмотра и в конце. Качественное изображение с читаемыми номерами будет храниться минимум пять лет. А после – техническая сторона. Наличие трещин, наличие всех трещин. Эксперт проверяет целостность шин и колесных дисков. Делается все это под четким контролем сотрудника ГИБДД. Работа здесь кропотливая. Нужно проверить и тормозную систему. Для этого машину загоняют на специальную платформу. После проверка рулевого управления стеклоочистителей и стеклоомывателей. Если у машин есть газовые баллоны, то осматривают и их. Эксперт также проверяет, внес ли водитель какие-то новые изменения в конструкцию авто. И смотрят на работу световых приборов. Эксперты лазают и в машине, и под машиной. Измеряют выхлоп, шумность и многое другое. После идет работа с документами. Эксперт пункта технического осмотра отправляет диагностическую карту инспектору ГИБДД. Здесь другая задача – проверить правильность заполнения и убедиться, что машина не в угоне и не в розыске. И если все нормально, то с росписью двух должностных лиц карту отдают водителю. А с начала марта в весь процесс внесены небольшие изменения. В настоящее время диагностические карты, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлеваются на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года. В случае, если срок действия диагностической карты окончится до 1 февраля, технический осмотр проводится в общем порядке на аккредитованных станциях ПТО. Осмотр такого автобуса занимает минимум 58 минут. Его классифицируют как М2. В день эксперт может осмотреть не больше 8 таких авто. И если все хорошо, то водитель получит диагностическую карту, где зеленой рамкой обведено словосочетание «недостатков не выявлено». Валерий Седов, телекомпания «Город».